Всем привет! Сегодня готовлю щи, но не простые, а боярские, из двух видов мяса. Баранина и говядина. Я сварил в этой кастрюльке бульон. Мелкорубленная баранина, мелкорубленная говядина вместе дают потрясающий вкус. В итоге, когда вы сделаете это блюдо, поймете, что вкус сумасшедший. Нужно сильно разогреть сковороду. Овощи нарезаны. У меня здесь кубиком нарезанный лук, немножко, буквально 10-15 грамм стебля сельдерея, половинка картошки и капуста. Смотрите, капусту я накрошил мелко, не нитками, а кубиками, для того, чтобы удобно было есть ложки. Как только у нас разогрелась сковорода на сухую сковороду, отправляем картошку. Добавляем чуть-чуть растительного масла. Мы даем картошке подпечься, тем самым мы раскрываем ее вкус. Следом у нас идет лук. Без лука ни одни щи не получаются. Можно сверху на лук прям кинуть сельдерей. Сельдерей должно быть немного, чтобы не испортить вкус щам, но тем не менее он придаст летнюю свежесть. Чуть-чуть соли, чуть-чуть перца. О, картошка подпеклась. С одной стороны стала румяная. Теперь отправляем сюда капусту. Добавляем небольшой кусочек сливочного масла. Капусту обжарились, сразу отправляем ее к мясу. В щи нужно добавить обязательно лавровый лист. То, что я хотел, то и получается. Аромат, что надо. Вместе с капустой и картошкой щи должны вариться примерно 7-10 минут, не больше. Пока щи у нас варятся, разогреваем сковороду. Небольшой кусочек сливочного масла. И у меня здесь есть вот такой вот кусок бородинского хлеба. Хлеб обжариваем слегка и даем ему остыть. Итак, щи готовы. Я выключаю плиту, что мне в ней нравится, что индукция работает очень тихо. Наливаю щи в тарелку. Обязательно побольше мяса. Щи ставим на досточку. А к щам подаем тост из бородинского хлеба. Выкладываем на него добрую ложку сметаны. Посыпаем сметану укропом. И подаем вместе с щами. Теперь вы понимаете, что наваристые щи сделать очень просто. Медея, почувствуй себя дома.